Праздник Солидарности Трудящихся Мощь, сила. О мире, как о представлении, говорил известный философ Шопенгауэр. Мы смотрим в окно и видим разную картину. Кто-то грязь, мусор, тоску и безысходность. Кто-то весну и надежду. А кто-то приближение настоящей любви. Недавно прочитала в сети, что для того, чтобы создать мир, нужно утвердить нравственность. Отойти от раздражения, злобы, обмана и гнева. Быть спокойным, терпеливым и любящим. Чтобы ничто не смогло вывести из равновесия. Безнравственность никогда не сможет создать и построить мир. Зацепили меня эти фразы. Гармония с миром, с собой, с тем, что было и что грядет. То состояние, которое так нужно сегодня. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, в мире, в согласии, на земле. Сегодня эти слова снова становятся актуальными. Слово труд по-разному понимают люди. В русских пословицах и поговорках мы слышим. Без труда не вытащишь рыбку из пруда. Терпение и труд все перетрут. Кто не работает, тот не ест. Всякая земля хороша, если рук не жалеть. Встать раньше, шагнуть дальше. Труд создает материальное благополучие, уверенность. Он прославляет человека, дает определенный статус в обществе. Труд – это сознательное усилие, направленное на созидание, и которое приносит удовлетворение и радость. Сегодня же это понятие, как, впрочем, и слово «работа» меняет свое содержание. Вкалывать и заработать, или устроиться на теплое место и получать. Современная ситуация ратует за стабильность, и пусть хоть и небольшой, но доход. Гарантированный, постоянный. Сегодня многие из нас трудятся на износ. Время диктует другой темп, другие стандарты благополучия и процветания. А если вспомнить страницы истории, сам праздник появился тогда, когда трудящиеся ратовали за свои права на восьмичасовой рабочий день. А еще говорят, что время профессионалов прошло. Вот дома в Цыгламине, например, ситуация известная. Там до сих пор свайное поле. Общались недавно с жителями. Недоумение, наверное, самое правильное слово. Строительство каждого небольшого дома в нашей области – чудо света и невероятные усилия власти. Каждый со своей инженерной, коммунальной, человеческой историей. То же самое и со спортивными стройками. Пришлось ведь когда-то переделывать футбольное поле на Сульфате или в деревню Куймиха Котласского района. Но это все симптомы. А где же источник этих самых бед? Вроде бы и заказчик вменяемый, и власть настроена решительно, и потребность налицо, и программа однашно всю страну одинаковая. Видимо, все дело в нерадивых подрядчиках, которые приезжают к нам, не дают возможности для развития и поддержки тех, кто здесь живет, для местных. Этакие гиганты, которые, например, какую-то цыгломень даже и не заметят в своих грандиозных планах получения прибыли. И в отсутствие гарантии на объект. Май, весна, время пробуждения и возрождения – это начало новой ступени развития и рождения надежды. В Архангельске в эти дни вновь состоится майская легкоатлетическая эстафета, которая много лет объединяет не только спортсменов, но и всех жителей города. Таких событий должно быть больше. Нас на севере согревает сердечное тепло. А ведь наше благополучие в наших руках. Приведу пример. Задала вопрос недавно нашему председателю ТСЖ. Когда будет субботник? Ответ удивил и обрадовал. Субботника не будет. Дворник справляется. Вот так должно быть. Без овралов, суетливого шума, силы здоровья нашему председателю ТСЖ Константину Павловичу. Он молодец. На таких севера держится. Мира вам и добра, стойкости и силы духа. Благодарю.